Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сейчас все здесь находимся, можно сказать, в центре этого района. Выгонка, это, конечно, неофициальное название этого района, хотя и на маршрутках мы видим это название, но официальное название этого района – Завокзальный пассивный. Вообще, до Великой Отечественной войны этот район был мало застроен. Были застроены, начиная от железной дороги, от железнодорожного моста, были застроены только несколько рублей, строится пароводная, но там находились только здания технического назначения, вот станция водосмягчителя, где встречалась вода для пароводов, и какие-то замагательные помещения железной дороги. Застройка частный сектор – это были улицы Вольная, улица Высокая, улица Полевая и улица Теповская. Собственно, на этом выгонка заканчивалась. Такое название оно получило, ну, для того, что в районе древних Овсяниково, это деревня, которая находится ближе к району Прокуровка, находился колхоз, который на территории нынешней выгонки выпасал, находились пастбище этого колхоза, и здесь происходил выпаскота. Вот выгонка выгонялись, вот, отсюда такое название. Застройка, в принципе, здесь малоэтажная, только многоэтажные дома находятся на улице Паровозная, и вот улицы Паровозная, на улице Паровозная, на улице Паровозная, так, застройка малоэтажная, частный сектор, в основном прямоугольные формы, кварталы, но название улицы, в принципе, свидетельствует о домах, кто здесь в основном проживал и кто производил здесь эту застройку, это железнодорожные потомственные семьи, которые всю жизнь работали на железнодороге, название улицы Теповская, улица Санкционная, улица Паровозная, Электровозная, Перелом Хитей, и так далее. Ну, то есть, тут такое мнение, но вот оно, что у нас на таком ресурсе, на корлецах, есть название люди, которые студенты-немцы, которые строили вот этот район, район, который поделился на Лавчевом Хитлянке, я удивляю, что я знаю, которые здесь родились, это совершенно не закрыто. Здесь, то есть, то есть, то есть, то, что этот район, застраивался, значит, в Великой Отечественной войне, но определило, какой-то его основной такой характер, как бы, этого района. В 1956 году здесь были построены два значительных предприятия для промышленности Орла того времени. Значит, была построена мебельная пабрика, рядом с которой мы сейчас находимся, которая, кстати говоря, функционирует до настоящего времени. И второе предприятие, ну, производит в основном, это мебель такого бытового значения, то есть, кожи, и здесь довольно активно она сейчас и будет деятельность в своем, вот, имеет, если бы, она идеала, выставочный зал в территории Орла. И второе предприятие, значительное, ну, конечно, даже более значительное, это Орловский завод Покруши. Он был построен в 1926 году и существует до сих пор, до сих пор ведет свою деятельность. Поэтому, можно сказать так, что вот немного районов в Орле, которые могут похвастаться... Простите, можно ли я вопрос? Я бывшую работе, нет такого предприятия. Ну, он ходит в группу ПРОФМАШ сейчас в настоящее время? Нет. Сейчас есть сек, а вот 5 парней, и сейчас, да, в самом деле, МАШ, в Орле, не расходка, нет, и деньги нам не хватает. Но мы здесь немножко по другому поводу, не по социальному, да, мы все понимаем. Я понимаю, но у меня 62 тысячи, точно, ну, тормоз, это ситуация. Да, в советские времена это предприятие было очень глобально и очень, достаточно богатое, и 2 предприятия не были в компакте, в том, что мы вещество, третий школы, которые находятся у нас здесь, по соседям, в детальнем, в южной, вот. Ну, производили в основном, что в Карловской золоте погрузчиков? Производил погрузчики, телескопические вышки, ну, вот самое такое, это фронтальный погрузчик, однако, который, такой конкурентоспособный, поэрославился, вообще-то, это, это и продукт в золоте. Еще на выгонке работал чуть дальше, вот если ехать по улице Паровозная, по Новосельскому шоссе, работал завод Ремстанок, вот, который в настоящее время уже не функционирует, но в советские времена там был даже свой бассейн, было так, для орлаких времен достаточно необычно, вот. Ну, теперь, по-моему, на территории завода Ремстанок находится какой-то отделение МУК-спецавтобаза, если я не ошибаюсь, я не могу сказать точно, да. Вот, значит, рядом с нами по соседству находится здание дальше кинотеатра Салюта. А, про мебельную паприку, дальше, вы как-то добавили. Про мебельную паприку, кто помнит вокзал наш, вот, былые времена и розари необыкновенные с детства, но это, как только на территории мебельной фабрики были... Микрофон! Микрофон один. На территории... Бывшим директором мебельной фабрики были разбиты шикарнейшие розарии, но не менее хуже, чем розарии, такие, которые были на вокзале на нашем. И славилась и видим тоже. Дальше пойдемте. А, пойдемте туда, да? Пойдемте туда. Ну вот, мы как раз находимся около здания, ну, теперь уже, можно сказать, бывшего, кинтетра Салюта, который был построен здесь в начале 70-х годов. Ну вот, примерно, примерно в 70-м году. Вот так вот информация. И вот, как ни странно, функционировал он удивительно, да? Последние сеансы были в 2000-м году. Ну, конечно, для жителей Выгонки это такое очень знаковое место. Сеансы были абсолютно такие же, как во всех кинотеатрах города Орла. И иногда, иногда даже можно было здесь посмотреть сети, которые, например, на территории города кинотеатра города посмотреть было нельзя. Поэтому приезжали люди сюда даже из города. Смотри, спиной. А чуть дальше находится здание 33-й школы. Школа была основана в сентябре 67-го года. Существует до настоящего времени. Вот, достаточно такая, ну, сейчас очень, очень котируется, как бы, в плане образовательных услуг. это школа, школа, она была, первым директором был Федосов Александр Иванович, но это тоже такая личность, 27 лет он был директором этой школы, и вырастил не одно поколение ребят. И, конечно, школа славится своими выпускниками. И школа очень гордится своими выпускниками. Установлена мемориальная доска была в 2014 году. Двое выпускников школы Анатолий Мальцев и Кавалеры Ордена Мужества, которые погибли в первую и вторую чеченскую кампанию. Вот. Я хочу сказать по поводу кинотеатра «Солёт». То, что вы сейчас можете по выгону, видите, вот такой вот значок, вот там мы проходили МАН, то бишь, Митин Андрей Николаевич. Я не буду говорить. Да, это сейчас штаб Митин. Это его теперь. Вот здесь. Мы сейчас столкнемся еще не с одним зданием, которое, в общем, тоже как бы его вотчин. Это наш основной депутат. Мы даже не знаем, кто он лежит. Митин. Депутат. Депутат областного совета. Ну, выгонка знает. Да. Я не помню. Я не знаю, потому что она идет, идет, потом она прорывается. и дальше продолжает. Мы выйдем потом на ту. «Борис Владимирович Шулькин». «Борис Владимирович Шулькин». Именно его танкисты вот со стороны Овсянникова и освобождали Орел. Улица была названа... Это... Улица до 62-го года она носила название «Вторая Тульская». Была первая Тульская, вторая Тульская. Вот. И в 60-е годы, когда прошло массовое переименование улиц, эта улица... Этой улице было присвоено имя Бориса Владимировича Шулькина. Он приезжал в 60-е годы. Он был здесь... Ну, вот он умер... Умер он уже, будучи генералом, и... служил, жил уже в Киеве. Ну, не знаю. Там стоит ему памятник. Пока еще стоит. Да. Кстати, Борис Владимирович Шулькин это именно тот человек, кто выступал на митинги в сфере танкистов, когда вот было захоронение танкистов и образовывался как раз сквер танкистов. Шулькин выступал там на... на митинге. Да, в подбор войдет. Коварев не сегодня, не завтра подраться. Да. Мы сейчас перейдем на... Ага, вот. Сейчас мы перейдем на улицу Тольскую. Там немножко... Там асфальт, но там уже дорога. Поэтому придет... А мы подошли к ручкомбинату. К сожалению, тоже бывший. Вот это здание... Ну и так... Не с фронтальной части смотрим, да, на него. Это здание бывшей 37-й школы. Здесь... Это самая первая школа на Выгонке. Она была построена сразу после Великой Отечественной войны. И до 67-го года была единственная школа на Выгонке. А, в 63-м году была 30-я школа построена. Когда в 67-м году построили... Построили школу 33-ю, эту школу под номером 37, ее расформировали. И педагогический коллектив, и дети разошлись по школе 30, и школа 33. А здесь... Вот меня поправляют, что в 77-м году. Ну, хорошо. До 87-го года школы под номером 37 не существовало в Орле. И только в 87-м году школа номер 37 была открыта на улице Маринченко. Маринченко 24, по-моему. На микрорайоне. А здесь это здание было как бы отдано под учебно-производственный комбинат номер 2. И если кто-то есть выходцы из микрорайона, кто вырос на микрорайоне или в районе привокзальной площади, то здесь все посещали как бы этот учебно-производственный комбинат. Ну, выпускали... Какие профессии здесь сдавали? Штукатур маляр. Штукатур маляр. Сбирали свалки для... Радиомонтажник. Радиомонтажник, да? Водители. Водители. Вот. Вот видите, сколько народу как бы помнит свои вот годы юные, молодые. Но, в принципе, мы вот прошли по улице Шульгина. Это типичная улица для выгонки. Вот. То есть она была вот интересна для нас с этой точки зрения. Потому что улица Тульская, но это не типичная для выгонки улицы. Там есть асфальт? Да. Ну, там есть асфальт, да. Да, да, да. Там же мы уже. Так. А есть асфальт. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Если кого-то заинтересует... Вот мы стоим напротив нашей библиотеки Маяковского Я потом еще покажу, пока я про школу расскажу Есть она у нас и дарила нам книги И получали мы ее книги Раиса Алексеевна Масленникова в 2004 году была занесена в книгу «Лучшие люди России» У нее есть соответствует... У нее есть соответствующая медаль и памятный знак по этому поводу И сейчас ей уже больше 80 лет, но она продолжает работать и сейчас она готовит новую книгу к выпуску Вот, а о детях войны она хочет написать И сейчас я вам расскажу еще чем знаменита эта школа 30-я школа Единственная в городе Орле Чьи ребята участвовали во всех локальных войнах Начиная с Даманского Немножко расскажу про Даманский Где-то у меня папочка сейчас Первым Вот Первым, кто погиб Это был Станислав Юрин Пограничник Он жил здесь на Выгонке Учился, начинал, вот учился как раз в 37-й школе И потом уже, когда построили 30-ю школу Он перешел здесь И здесь заканчивал уже 10-й класс Заканчивал в этой школе Да-да-да Да-да-да Сейчас я немножко про Даманске расскажу Где-то есть А можно поближе подойти? Вот хотите, фотографируй Вот он у нас Стас Юрин Вот такой вот Всего из Орла погибли на Даманском двое Это Алексей Сырцев Он погиб 2 марта 69-го И 15-го марта погиб Станислав Юрин Ну, немножко расскажу Вот просто так для молодых Что такое Даманский То есть В конце 60-х годов Вот после смерти Сталина У нас обострилось отношение с Китаем И Китай стал предъявлять Ну, как, впрочем, и сейчас Предъявлять свои территориальные претензии Сам по себе Даманский В общем-то не представляет собой ничего Вот такой вот Небольшой остров Полтора километра всего В длину 500 метров в ширину Этот остров И гранит Но граница проходила В 19-м году Ее проложили Обычно они проходят Вот по Либо по реке Где-то по центру Здесь граница проходила Вот так вот То есть остров был наш Сейчас остров уже не наш Сейчас мы его уже отдали Сейчас мы его просто отдали Ну и тогда, в принципе, мы его отдали И ничего он особенно С себя не представлял И не было Но нужен был прецедент Был такой у них китайский Они его называли китайским Жуковым Который разработал Эту операцию Вот где-то с 65-го года Начинаются столкновения То есть китайцы Вот Просто выходят Зимой выходят на берег И идут на нашу территорию Нашим пограничникам Стрелять было нельзя Все, что они могли сделать Это вот просто Вручную выталкивали их И все И не стреляли И так продолжалось Вот Несколько лет То есть Там всего две Погранзаставы Михайловская И Кулебякинские совки И на одной И на второй Там было всего По 30 человек Почему 2 марта Потому что 2 марта Это было воскресенье Как этот вот Товарищ китайский Рассудил В этот момент Как раз Была По-моему Пасха Предполагалось Большое гуляние Опять же Намечались У наших Войск Намечалось Учение И их должны были Отвезти Дальше Что в принципе И сделали И Изначально Они хотели Напасть на Поселок Пограничный Но в пограничном Оказалось Больше скопление Солдат И техники Поэтому они Не рискнули И вот Значит 2 марта Как обычно Первая партия Китайцев Выходит На берег Пограничники Во главе Со Стрельниковым Пытаются Значит Их оттеснить Но Второй ряд Начинает Стрелять То есть Пограничные Китайцы Уже в это время Они подвели Свои войска Вот там Ближе Туда За рекой Усури Они проложили Хорошую Дорогу Вот Ну практически Так же Как в 1941 То есть Они на нас Нападают Но мы не можем Сделать ничего Приказа Стрелять Не было И в первый Живот 2 марта Первые 15 Минут Погибают 18 Пограничников Они пытаются Отойти Но Попадают На засаду На китайскую И Их просто Расстреливают И вот 2 марта Погиб Ученик 26 школы Алексей Сырдзев Стас Погиб 15 Стас Уже Когда Вот Как бы Мы Начали Отстреливаться То есть Уже Начались В бои Когда Стас Погиб Рядом С ним Он отстреливался Прикрывал Товарищей И Когда Он погиб У него Записной Книжки Нашли Такие строчки Были написаны Были строчки Такая С песней Мальчишки Мальчишки Вы первыми Ринулись в бой Мальчишки Мальчишки Страну Заслонили С собой Ну вот Мальчишки Тех Годов После Военных Они Так Думали Они Так Чувствовали Они Так Жили Вот Стас Их В семье Было Трое Растила Одна Мама Но У них Очень Дружный Класс Тут Живут Одноклассники И Вот Они До сих Пор Встречаются Родителей Конечно Стаса Уже Нет Старшего Брата Уже Тоже Нет Он Был Средним Братом Был Средним Сыном Еще У него Есть Младший Брат Я К сожалению Не Могу Его Найти Я Связалась С Погранзаставой Где Служил Стас И Они Присылали Мне Документы Вот Ну Просто Если Кому Вдруг Когда Нибудь Будет Интересно Узнать У меня Есть Очень Много Фотографий Мне Прислали Альбом Памяти Вот Это Как раз Там Фотографии Из Альбома Памяти Которые Сделали Вот На Погранзаставе Где Служил Стас Похоронили Их Всех Тогда Не Привозили Домой Их Похоронили Вот Конкретно Стас Похоронен В поселке Камень Рыболов Ханкайского Района Приморского Края Там Есть Братская Могила И он Похоронен Там Каждый Год 15 Марта Там Проходит Большое Торжественное Мероприятие Приезжают Пограничники Приезжают Те кто Служил На Доманском Приезжают И проходят Вот там Сейчас Есть фотографии Они встречаются И вот Проходят Ребята Выходят С фотографий Ребята Выносят Фотографии По Пограничникам Всего Вот В тот Момент Тогда На Доманском Погибло 58 Пограничников Ну Потом Вот В 90-е Годы Этот остров Просто Отдали То есть Границу Сравняли И по Нынешней Границе Остров Ушел Китайской Стороне Там Как-то Течение Меняется У Амура И Поэтому По срединной Линии Постоянно Меняется Да Вот они Сейчас Пограничники Выходят В марте Там Еще Достаточно Холодно В Приморье Они Просто Стоят На берегу Ставят Гвоздики Выставляют На сам Остров Они Попасть Не Могут Вот Это Одно Из Мероприятий Вот Как раз Мальчик Держит Фотографию Стаса Юрина Я Переписываю С Погранзаставой Из Он Называется Библиотечный Музейный Центр Который Как раз Они Проводят Все Они Мне Присылали Очень Много Материала Они Мне Присылали И Я Им Отправляла Школьные Детские Фотографии Его Это То Что Касается Даманского Леонид Верижников Вот Там Летчик Следующий Ну Вот Из Всех Ребят Это Единственный Кто Как бы Выбрал Для себя Эту Профессию Профессию Военного Он Единственный Кто Ну Уже Будучи Взрослым Да Был Стасу Было 19 Когда Он Погиб Леониду Верижников Было 32 Леня Верижников Жил На улице Шульгина Вот За школой Его дом Сейчас Там Живут Дальние Дальние Родственники Которые Вообще О нем Ничего Нет Никаких Ни документов Ничего Учился Он Здесь Он Учился С 4 Класса После 8 Класса Он поступил В Суворовское Училище Здесь Преподавала Его мама После 8 Класса Он поступил В Суворовское Училище Мечтал Стать Летчиком Поступил Московское Суворовское Училище Закончил Его С красным Дипломом И Затем Поступает После Суворовского Училища Поступает В Валашовское Высшее Военное Авиационное Училище Вот Недавно Недавно Тоже Связалась С Балашовцами Очень Так Сложно Было С ними Как это У них Непутешные Сайты Буквально Недавно В марте Я зашла На сайт И увидела Под фамилией Вережников Совершенно Другую Фотографию Я им написала Это не Вережников Но они Мне прислали Сейчас мы Переписываемся Они мне Тоже Фотографии Прислали Леонида Они становятся Летчиком Будучи Капитаном Было Даже В части Где он Служил Было Такое Понятие Как Экипаж Вережникова То есть Самый Лучший Экипаж По всему Лучший И Выполнил Когда Началась Война В Афганистане Он На Своем Самолет Ан-12 Грузовой Они Переправляли Грузы Переправляли Солдат В Афганистан Он совершил 376 Боевых Вылетов И Вот В одном Из таких Вот Вылетов Их было 7 человек В экипаже С ними Еще один Дополнительный Полетел Который Не должен Был Лететь Ну там Какой-то Такой Рабочий Момент Их Обстреляли С земли Зенитки Обстреляли Они Пытались Сесть Но не Удалось И вот Дальше Есть Воспоминания Его Сослуживца И Есть У меня Вот Теперь Воспоминания Его Однокурсника Который Тот же В тот Момент Был В Афганистане И он Как бы Видеть Не видел Но он Говорит Я знаю Потому что Об этом Тогда Говорили Значит По Воспоминаниям Однокурсника Им Вроде Как бы Удалось Сесть И дальше Они попали В плен И над Ним Издевались То есть Они Будучи Ранены Были По Версии Однокурсника Что Они Все Таки Просто Уже Разбились Но Один Факт Есть Такой Что И там И там Подтверждается Что Не знаю Были ли они Живы На тот Момент Или уже Были Мертвы Но над Ним Издевались То Что Издевались Это Было То есть Обрезали Там Все Что Можно Было Отрезать И В течение Недели К ним Не могли Подобраться Чтобы Забрать Тела Сначала Пытались С вертолетов И потом Только Забрала Наземная Группа Забрала Леонида Привезли Сюда И Здесь От школы Его здесь Хоронили Он Похоронен На Троицком Кладбище Еще Один Мальчик Сергей Блажков Вот Вы Видите На Школе Два Варианта Мемориальных Досок Значит Изначально Висели Вот эти Вот Вот эти Три Мемориальных Доски С чего Собственно Говоря Все началось Я проводила Мероприятия Вот У школьников И Рассказывала Вот Про Шульдина Про Михалицына Все И я у них Спросила Классный Шестой Был Я у них Спросила Ребят Вот Вы ходите В школу Каждый Вот Вот у вас Висят Три Мемориальных Доски А кто эти люди И мне не смог Никто ответить И тогда я стала Собирать материал О каждом из них И вот когда И вот проводить Мероприятия Да Когда проводила Вот По Юрину Потом По Вережникову Это как раз Вот вывод Готовились к выводу Войск из Афганистана И мне совершенно Случайно Сказали Что А знаешь Был еще один мальчишка Но только о нем Никто не знает Никто не помнит Так получилось Что он погиб За год До вывода Войск из Афганистана То есть они уже готовились Они уже ждали И вот фамилия То ли Блажков То ли Блажко То есть вот как-то так И Я зашла в книгу памяти То есть Ну тут Долго Рассказывать В общем Выяснилось Что Сергей Блажков Его мама Живет сейчас На микрорайоне Его сестра Приехала из Воронежа На три года Его старше Тоже здесь живет И вот мы пригласили Сестру на мероприятие Да Вот Со школьниками Сестра плакала И тогда же Она сказала Что вот Да вот Этим всем висят Мемориальные доски А моему брату нету Сергей награжден Орденом боевого красного знамени Он тоже погиб В Афганистане Я предложила школе Повесить мемориальную доску Школа сказала Ага И на этом все закончилось Год прошел И ничего не сдвинулось Через год И я пошла по инстанциям И хочу сказать спасибо Андрею Николаевичу Он был последним Кому я обратилась И именно он Оплатил Эту мемориальную доску Именно он помог Открыть ее По закону Мы хотели Изначально сделать Доску только Вот чисто для Сергея Блажкова То есть вот Добавить к этим Вот еще Сергея Блажкова Но оказалось Что по закону Сейчас так нельзя Если свыше трех человек То делается Единое для всех И поэтому вот Собственно говоря И стали Изготавливать Вот общую для всех И предполагалось Что я эти конечно сниму С ним вот Ну как-то вот Директор Сказал Митин вешал Митин поснимает Поэтому Вот Сережа Блажков Он служил В Афганистане Мальчишка Он закончил Восемь классов В этой школе После этого Он поступил В седьмое Училище техническое Это на микрорайоне По Специальности Кип-автоматики Не было у Сережки Ничего Выпускного Не было Не дали ему догулять Мама просила Оставьте Пусть хоть на выпускной Побудет Нет Забрали его Забрали его В армию Есть у меня Последнее его письмо Незадолго До Гипели Он был награжден Ну Памятной медалью Семьдесят лет Вооруженным силам Он прислал письмо Маме С рисунком Вот этого И вот Медали Похвалился Сказал Что мы вот-вот ждем Вот уже идут разговоры о том Что скоро начнут выводить войска Из Афганистана Но вот в одном из боев Он погиб К нему тоже не могли подобраться Сестра говорит Что когда хоронили У него были обкусаны в кровь губы Видимо он долгое время лежал раненый То есть пока подбирались Пока к нему подошли Он уже умер Вот Сергей Блажков И еще один Возможно вы слышали И знаете Такое имя Евгений Родионов Его имя причислено К лику святых Сейчас уже существует Несколько Икон С ликом Евгения Родионова Существует Есть Житие Бойцов Так вот Их было четверо На том блокпосту В Чечне Их было четверо Евгений Родионов Наш Андрей Трусов И еще двое мальчиков Александр Железнов И Игорь Яковлев Они все Яковлев и Железнов Они с Подольского То есть с Подмосковья Все И вот наш Андрюшка Трусов Андрей Трусов тоже учился В этой школе Жил он здесь Вот недалеко Дом в Овсянниково Там мама его Там она и сейчас Его мама живет Младший брат у него Еще здесь Но брат уже в армию Уже не ходил Закончил он Восемь классов Поступил В 22-е училище Такая специальность у него Такая хитрая была Пчеловод-водитель Вот такая вот Очень Такой Шебутной мальчик Высокого Высокого роста Такой симпатичный Интересность Трудно сказать Кто и когда ему Придумал такое вот Прозвище Поручик Но ему очень нравилось Это И он Очень гордился Этим тем Что вот он Поручик И в последнем Письме маме Он пишет Что мама Мне Я получил Офицерские сапоги И теперь я Как настоящий Поручик Ну вот по этим сапогам Его мама потом И опознавала По сапогам Да по носкам Которые она ему Связала Они были на блокпосту Дежурили Четыре человека Четыре мальчика О том Что там шел бой Местные жители Сказали Потому что И снег остался В крови И как бы слышали Вот и И стрельбу Слышали все Но тем не менее Родителям пришло Извещение о том Что сын пропал Без вести Дескать Исчезли они Вот с блокпоста И вот Мама Поиски начала Мама Евгения Родионова Она начала Все Полгода Она продала Все что можно было Продать Ездила в Чечню Ездила Вот в банк Фермеревания Разговаривала Со всеми Этими боевиками Договаривалась В общем Полгода Они числились Без вести пропавшими Наконец Им сказали Что да Вот В районе Бамута Есть такой Вот Овраг Где были Расстреляны Убиты Были Четыре Пограничника И когда Вот вскрыли Значит Евгению Родионову Голову Отсекли Ему пытались Снять с него Православный крест Который он Так и Не снял А Мальчишки Остальные Были просто Расстреляны То есть У Андрея Была В голове Дэрка Вот То есть Ну вот Полгода Их искали Похоронили Андрея Здесь На Легушевском Кладбище Там есть Большой Большой Крест Такой Потому что Его Хоронили Есть Я говорю Есть И книга Вот Это уже Православная Церковь Выпустила О них Житие Для детей Такая детская Книга Житие Солдат Русский Солдат Называется Вот Она посвящена Как раз Им Этим Мальчикам Всем четверым Ну и Пятый Это Виктор Лапшин Виктор Лапшин Был пожарником Виктор Лапшин Погиб Спасая Дворец Пионеров Имени Гагарина Там Был 82 84 Лапшина Не было Там Есть Мемориальная доска Да Есть Мемориальная доска На Пожарной части В железнодорожном Районе Мемориальная доска На Дворце На дворце Пионеров Вот Их двое Там Тогда Подибло Александр Камоско Да И Виктор Лапшин Их двое Было Они Погибли Спасая Имущество Лапшин Тоже Учился В 30 Этой школе И вот Мы Собрали Всех Пятерых Все Пять Мы Будем Надеяться Что это Последний Больше У нас Не будет Таких Ну и Немножко Тут уже Просто В завершении Немножко Скажу Вот это Зелененькое Здание Вот С этого Краю Оно Прилично Выглядит Первый Второй Этаж Два Этажа Занимает Библиотека Маяковского Библиотека Маяковского Была Открыта В 51 Году 16 16 Июля Был Подписан Приказ Почему И собственно Говоря Накануне Дня Рождения Маяковского 19 Июля День Рождения Маяковского Соответственно Потому Мы И получили Такое Имя Библиотеки Маяковского Да Изначально Библиотека Находилась Вот там Когда вы сюда Ехали На мебельную Фабрику И вот Много-много Магазинов Вот там Магнит Пятерочка Вот там Стоял Такой Небольшой Домик Вот там И находилась Библиотека А потом Нам дали Сначала Второй Этаж И потом Нам еще Дали Первый Этаж Ну вот Скоро соседи Всех выселят Поскольку Они Собрали документы О том Что дом В аварийном Состоянии И все Здание Библиотеки Не аварийные Да Ну Библиотеки Никто Ничего Не предлагает Пока Во всяком случае Собственно говоря Все что хотелось Сказать Огромное Которое Мы проходили Ну Мы бы хотелось Нам конечно Нам бы очень Хотелось Перейти В то помещение Где Учкомбинат Мы бы тогда Были и ближе К 33 Школе Мы бы так Промежутки Были Между школами И 30 Школа Да И там Помещение Конечно Во всяком случае Мы бы были В одной плоскости Сейчас мы бегаем По этажам Особенно Когда по одному Работаем Учим Тогда Сюда Сключаем Ну Нас очень Много Я бы Завела Библиотеку Но я просто Боюсь Что мы Рухнем Если кто-то Хочет Пожалуйста Я зайдем Посмотрим А так Я просто Боюсь Да Сосед Это Библиотека Нет Это Массовая Библиотека Массовая Библиотека Врослые Дети читают Нам бы не Хотелось Уходить Отсюда С выгонки Потому что Кроме Библиотеки Здесь больше В общем-то Уже Теперь Ничего Ничего Поэтому Поэтому Хотелось бы Конечно У нас Очень тесные Контакты С 30 Школы Потому что Дети бегают Вот просто Поскольку Мы тут Рядышком Поэтому Они Приходят К нам Все У меня на сегодня Спасибо Спасибо вам По прямой И выходим На Московское Шоссе Все И там Остановка Улица Прямая Прямая